Сегодня в Архангельской области начинается акция «Трезвый водитель». Ее цель – предупредить возможные правонарушения на дорогах региона. По словам автополицейских, только за два месяца этого года в области задержано 823 нетрезвых водителя, из них 242 в Архангельске. Главная задача сотрудников госавтоинспекции – не наловить максимальное количество водителей, находящихся в состоянии опьянения, а спрофилактировать и предупредить грубые нарушения среди водителей, в том числе связанных с опьянением. Обо всех фактах нарушения правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции просят сообщать по телефонам, которые вы видите на экране. Сегодня утром в Архангельске в районе третьего лесозавода произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись сразу пять автомобилей. По предварительной информации, водитель «Шевроле» не соблюдал безопасную дистанцию и при торможении был вынужден выехать на встречную полосу. Чуть позже на этом же участке дороги произошли еще два ДТП, в которых пострадали четыре автомобиля. Инспекторы ГИБДД причиной всех аварий называют гололед и неправильно выбранный скоростной режим. Информация по пострадавшим уточняется – жертв нет. Сегодня в гостиных дворах Архангельска стартует Олимпиада для старшеклассников наследники Ломоносова. Она проводится по инициативе губернатора региона уже в третий раз и является своего рода отборочным этапом известной телевикторины «Умники и умницы». В новом сезоне за звание победителя сразятся 33 человека. Изменилась только тематика Олимпиады и она у нас в этом году так удачно сложилась, связана с Арктикой, с исследованием Арктики, с забытыми экспедициями. К 2018 году все северяне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, будут обеспечены электронными медицинскими картами. Через личный кабинет пациент сможет записываться на прием, вызывать врача на дом. Будут доступны и все собственные медицинские документы. 20 марта в областной детской клинической больнице открывается палеоативное отделение для тяжелобольных детей. Чтобы скрасить пребывание маленьких пациентов, театр «Драма» объявил сбор средств. Важна любая сумма. Внести пожертвования можно через кассу театра. Деньги пойдут. Во-первых, конечно, там нужны бытовые мелочи, как, допустим, термопод или точечные светильники над кроватью. Конечно, нас интересует состояние детской игровой комнаты, потому что дети, как бы они не были больны, они все равно остаются детьми. И там, конечно же, нужны и игрушки, и настольные игры. В Северодвинске все ветераны Великой Отечественной войны ко дню Великой Победы получат единовременную выплату в размере полутора тысяч рублей. Это будет сделано за счет средств местного бюджета в рамках программы «Социальная поддержка населения Северодвинска». Деньги получат около тысячи ветеранов. Лыжник из Архангельской области Александр Терентьев стал бронзовым призером первенства России. Накануне в Сыктывкаре состоялись спринты свободным стилем. На старт вышли 110 юношей из разных регионов страны. Наш земляк уступил лыжникам из республики Коми и Пермского края.